Вот знаменитый Карлов мост, друзья, посмотрите. Вот здесь знаменитая кафе, ресторан, называется Чертовка. Морнится морг, рядом Чертовка, мост частично реставрируется, к сожалению. Вот очень маленький канал, Пражская Венеция называется. Вот видите, такой прогулочный кораблик. Ну вот мы поднялись на Карлов мост, снимать вообще невозможно, посмотрите, просто сплошным потоком люди, невозможно что-то показать. Вот такие вот скульптуры сплошь и впереди мост протяженностью почти километр. Вот я уже сказала, по-моему вам, что мост был проезжий и даже тут ездили трамваи, но потом решили его закрыть для транспорта. Это где-то уже в 60-е годы, я пропустила, когда сказал Гиль, когда это было. В общем, теперь только пешеходы с сплошным потоком. Вот на счастье надо трогать вот эту вот скульптуру святого. Смотрите, видите, загадывать желание на Карловом мосту. Ну, я дотронулась, показывать вам не стала, слишком много людей, очередь ждут. И здесь мы почти уже пришли к самому концу моста. Очень красивый, видите, как много на нем скульптур всяких разных. Я показала вам всего лишь две из них. Здесь на мосту очень много уличных художников, очень много всяких продавцов вот таких вот. А еще, знаете, сказали, берегите сумки и карманы, очень много карманников, очень много режут сумок. Для меня это странно, конечно. А это вот старый город. Перешли через Карлов мост. И вот скульптура Карлу Четвертому, основателю, городу Праги. И вот такой красивый старый город. И позади у нас остался Карлов мост. Вот через такую арку. Вот мы вышли на Старом Невскую площадь. Самую главную, основную в Праге. И вот эти вот знаменитые часы. Вы посмотрите. И вы знаете, я не могу снимать. В Старом городе люди идут сплошным потоком, друзья. Невозможно делать съемку. Ну вот на площадь все-таки выйду, покажу вам. Посмотрите экскурсионные такси, старинные автомобили. Вот церковь Девы Марии. Конные такие экипажи здесь. Вот она эта знаменитая площадь Праги. И часы. Это то место, которое я мечтала увидеть. И мечтала здесь побывать обязательно. Ну вот одно из моих желаний. Сбылось очередное. Будем загадывать еще другие. А вот эта замечательная площадь. И золотая Прага. Сегодня я увидела их, а они увидели меня. Вот эти знаменитые пражские часы. С двумя циферблатами, которые показывают все. Любое время, которое существует на нашей планете, как нам объяснили. И мастер, который сделал эти часы, был ослеплен. Ему выкололи глаза. Представляете? Вот так отблагодарили мастера за такой шедевр. Потому, чтобы он больше никому другому таких часов не смог сделать. Вот каждый час, вот оттуда наверху, из голубеньких окошек, выходят фигуры. Я дождусь и покажу вам. Посмотрите, сколько людей ждут времени на часах. Посмотрите. Ждем, ждем. Сейчас включатся. Каждый час на 30 секунд кружатся вот эти все фигуры. Смотрите, начали двигаться. Смотрите, начали двигаться. Посмотрите. Я сп accountable Agris. И ты иду по носу мастера. А я тут про кослы. Продолжаю идти по Старой Праге. Это называется район Старая Прага. И это вот такие вот малюсенькие улочки. Посмотрите опять и днём, и вечером, и круглый день. Столько людей. И здесь сплошь маленькие магазинчики, играет музыка везде. Неширокие, опять же, мощёные булыжником. Вот такие вот улицы. Здесь только прогулочные, как вы понимаете, все маршруты. Очень красивый город. Он меня привёл в восторг, друзья. Великолепно. Жалко, что у меня мало времени. Вот самая узкая улочка одного пешехода. Даже, видите, со светофором, потому что вдвоём не разойтись. 80 сантиметров шириной. Вот, видите, я иду вечером, и поросёнок уже практически готов. Помните, в фольге показывала вам? Вот такая красота. Наверное, может быть, ещё какое-то время. И начнут его резать и распродавать. Я сразу вспомнила в Таиланде крокодила. Вот такой же величины жарили. Скину вам внизу тоже видео, посмотрите. Крокодил на вертеле. Супер-пупер. И крокодиловое мясо похоже на курятину. Ну и, конечно же, побывать в Чехословакии и не выпить чешского пива так не получится. Вот. Очень хорошо в жару. Устали. В общем, такая экскурсия, конечно. Друзья, галопом по Европам это невозможно. Мы прошли больше 7 километров. Это самая длинная экскурсия по городу Прага. И вот закончили мы здесь на площади, на этой главной. Забыла опять, как она называется. С часами. И вот. Устала невозможно. Сижу, отдыхаю. 4 часа, а экскурсия началась в 11. Представляете, вот мы пешком через весь город прогулялись. Вот я пивом заканчиваю. Не знаю. Я снимала так вот, в общем, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Потом у меня наушники с гидом в ушах. И перебивает. Я говорю вам, сама не понимаю, что я говорю, потому что очень громко наушники. Я так думаю, что даже и вам, наверное, их было слышно, может быть, в микрофон. В общем, попробую, что получится. Вообще, конечно, Прага меня покорила. Красота бесподобная. Да. 13-14 век. 19-18. И все это сохранено любовно, бережно. Чистенько, красиво. Огромная, конечно, Прага. За один день ее не оббежишь. Но так, что смогли, то посмотрели. У меня же, как вы знаете, здесь только один день был. Вечером я улетаю. Вот. Что меня поразило в Праге, хочу сразу вам еще раз сказать и подчеркнуть. Цены просто баснословные. Вот. Кроны эти их. Значит, курс такой. 1 фунт 25 крон чешских. Так вот, например, тарелка супа 250, 10 фунтов получается. Да, сразу вода какая-то любая, сразу 100, 150. То есть, это больше 3 фунтов. Ну, то есть, это какие-то ужасы. Я вам показала в Марк Эспенсере, какие цены сумасшедшие. Вот это меня поразило, друзья. Посмотрите, какой я заказала себе классический суп. Это чешский суп. Вот такой вот в специальном хлебе. Классическое чешское блюдо. Стоит 160 чешских крон. Уже переводите сами, я запуталась. Ну, я так полагаю, что недорого. 90 крон стоит вот эта вот кружка пива. И 160 вот этот вот суп. Я не знаю, вот такой вот классный. Я сейчас попробую, я не пробовала никогда. Ну, знаете, обычный такой суп с картошкой. Немножко как суп-пюре, как бы, да. И такая картошка и гуляш. Называется суп чешский с гуляшом. Сталые, но довольные. Они возвращались домой. Вот теперь сажусь на каждом, каждого пивного барчика. И сейчас опять буду пиво заказывать. Ой, надо деньги все истрачивать. У ноги не несут, не держат, но мне недалеко осталось. Сейчас еще темного пива закажу. Ну вот пью чешское пиво номер два. Другой сорт. Тоже очень вкусное. Я пью разливное пиво. Ну, вы знаете, вот сейчас я вам покажу цены, друзья. Вы знаете, вот что меня поразило в Праге, это цены. Вот посмотрите, на пиво цены, да. 0,3 стаканчик разливное наверху 80 чешских крон или 0,5 110 чешских крон. То есть, если мы делим на 25, то это получается 3 фунта 20. Вот малюсенькая вот эта у меня. 3 фунта 20 пенсов. Вот никогда не бывало такого в Англии, друзья. Я всегда думала, что в Англии цены у нас огромные. Представляете? В Англии я за такое плачу рубль 80. Ну, то есть, фунт 80, да. Это, в общем-то, конечно, поразило меня. И вот посмотрите кофе, пожалуйста. Это капучино 95, то есть 3,80. Латте 95, 3,80. И тут еще у них шоколад горячий 170. Это вообще 6 с чем-то. Короче, я, вы знаете, просто ценами потрясена. Почему у них так дорого? Практически в два раза дороже все продукты, нежели в Англии. Вот, наверное, единственное, что меня немножко тут напрягло и удивило. Ну, а все остальное просто супер. Хотя, вы знаете, может быть, конечно, знают сами местные, кто здесь живет. Потому что я по центру хожу. Поэтому, может быть, я и... Хотя, вы знаете, вот в самом-самом центре, на самой площади, напротив вот этих вот прекрасных часов, считается самая центральная площадь Праги. И я села в такое же, под такими же зонтиками. Вы видели, я вам показывала, да, перед этим. И мне принесли, во-первых, более красивой пивной кружки. Стоит столько же. И пиво намного вкуснее. И тоже оно стоит 80 крон. А говорят, что в центре дороже. Как понять, не знаю. Это уже не центр, вот я сижу. Ну, и второе, что меня, конечно, удивило, друзья, здесь, это то, что народу, как все людей в бочке. Вот. Вы видели, когда я ходила, снимала вам экскурсию, там просто было, ну, невозможно включить камеру, там просто сплошной стеной. И это не наша экскурсия, не наши экскурсия, эти, как сказать, туристы, а это именно вот такая толпа людей. И вот здесь, посмотрите, сейчас 6 часов вечера, я сейчас уже пиво попью и пойду на станцию, на остановку метро, тут недалеко. Вот. Но людей, для меня непривычно, очень много людей. Просто какая-то, какая-то столпотворение. И ведь, понимаете ли, что сегодня-то ведь у нас никакие не выходные, обычный день, да еще и понедельник, день тяжелый. И вот люди, 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 люди. Ну, вот такие вот вещи, которые меня здесь удивили в Праге. Но красавица город. Недаром я хотела побывать, жалко, что мало времени. Здесь, если ехать в Прагу, как минимум, наверное, надо на неделю. Здесь сейчас начинаются вечерние экскурсии. Просто супер на пароходиках. Еще куда-то вечером отправляются по ночному городу ходить. Просто прекрасно. Спасибо.